Здравствуйте, друзья, с вами Лула на ваших экранах Асета Корса, и в этом видео мы поговорим с вами о винилах, а точнее о том, как их делать. Когда мне подписчики сказали, что на ютубе нет ни одного нормального видео русскоязычного, в котором бы рассказывалось, как делать винилы, я подумал, что они дебилы, потому что, ну, ёлки-палки, игре 6 лет, 2014 год, ну как так-то не может быть ни одного видео. А действительно и нету, нету ни одного нормального видео, может быть они где-то есть, но они где-то заныканы, где-то очень далеко, и к ним вообще нет доступа. Поэтому я подумал, а почему бы и нет, потому что и меня уже начали люди спрашивать, как делать винилы, потому что люди видели наши скины, в которых мы участвуем на чемпионатах, в принципе люди видели другие скины, которые люди используют на чемпионатах, а как их делать никто не говорит. Но перед тем, как делать винилы, я отмечу два условия. Сразу вас предупреждаю, что использовать винилы вы можете только в двух ситуациях. Во-первых, это для личного пользования, то бишь создавать одиночную игру и там использовать свой винил. Если же вы хотите использовать винилы на серверах, то тут уже есть серьезная проблемка. Вам нужно создавать самому сервер, загружать туда скины, и тогда люди будут их видеть. Либо ситуация с чемпионатами, когда кто-то другой загружает ваши скины для того, чтобы показывать их на чемпионате. Так что с этим мы разобрались, не надо потом спрашивать меня, почему вот я сделал скин, зашел на сервер, а моего скина нет. Его нет, потому что его нет на сервере. Чтобы он был на сервере, либо создавайте свой, либо как-то договаривайтесь с обладателем сервера, чтобы он заливал ваш скин на сервер. Но это все ерунда, к введению серверов я не имею никакого отношения. Сегодня мы будем рассказывать о том, как сделать. Просто, допустим, если вы хотите проявить себя в качестве художника. Поэтому сейчас вкратце расскажу, что нам для этого нужно. Для начала давайте поговорим о том, что нам вообще понадобится. Во-первых, соответственно, контент-менеджер. Потому что в контент-менеджере будет все смотреться, просматриваться, как это все выглядит. Вот у нас есть вкладка контент в контент-менеджере, машины. И дальше выбираете нужную тачку. Возьмем, для примера, супру. И первая важная функция, которая вам нужна, это CM Showroom. Открываете ее, и вот здесь вы можете просматривать свой автомобиль, просматривать свой винил, который будет на нем меняться, когда вы будете его сохранять. Выбирать нужные файлы, которые вам нужны отсюда. Это мы запомнили. Далее, что вам понадобится, это Photoshop. Ну, типа другой какой-нибудь редактор фотографий, картинок и так далее и тому подобное. Но я использую Photoshop, CS5, старый, древний. Подойдет абсолютно любая версия. Но единственное, что вам нужно, это дополнительная DDS-ультилита. Ибо файлы, которые у нас находятся по пути, к примеру, вот где у вас сохранена игра. Это у меня, допустим, Steam, Steam Apps, Come On, Asset Corso, Content, Cars. Отматриваем где-то вниз, там у нас находится. И вот она Toyota Supra, Skins. Вот как раз таки скины, которые находятся вот здесь. Вот они вот все скины, которые на данный момент есть в этой машине. Создаете копию скина, к примеру, белого, образно. И вот видите, он сразу появился. Ну, они, понятно, два одинаковые. Только единственное, что этот называется White, а этот White копия. Именно так, как оно называется здесь. Можете менять название как угодно, это, в принципе, ни на что не повлияет. И вот этот вот скин мы будем менять. Первое, что нам нужно сделать, это извлечь развертку машины, на которой мы, собственно, и будем рисовать. Переходим в CM Showroom, выбираем любую часть корпуса. И увидим здесь вот такой вот файлик Skin DDS. Если вы нажмете, в принципе, на любую другую часть корпуса, то есть вы нажмете на капот, на бампер, на крышу, все равно файл этот будет Skin DDS. Если вы нажмете какую-нибудь другую часть корпуса, к примеру, стекла, то это уже будет другой файл. То есть это будет другая часть корпуса, это будет другая развертка совершенно. Поэтому выбираем любую часть корпуса. Вот наш файл Skin DDS. Он именно нам нужен. Нажимаем на три точки. Вот наша текстура, которая нужна нам будет для изменения. Нажимаем Calculate AO. Ждем, пока вся эта ерунда заканчивается. Она обычно быстро проходит, там буквально пару секунд. Нам открывается вот такая вот скинерированная развертка. И справа внизу есть дискетка, на которой мы нажимаем. И, соответственно, сохраняем в папку, которая нам нужна. Имя не меняем. Имя нужно оставлять именно это. Потому что именно вот это имя будет использоваться этим скином, для того, чтобы отображать ваш ливрей. Сохраняем это в папку. И закрываем эту ерунду. Дальше у нас будут уже изменения происходить в самом фотошопе. Берем этот файлик скин.ддс. Переносим его, соответственно, в фотошоп. Открываем его здесь. И вот здесь уже можно это все менять. Объяснять то, как пользоваться фотошопом, я не буду. Потому что, ну, таких вот гайдов в ютубе полным-полно. Вот что-что. А именно фотошоп ютубе разобрали вот досконально. Единственное, что я вам скажу, это то, с какими трудностями вы столкнетесь во время создания, соответственно, самого винила. Первое, что вам стоит понять, это то, что данная развертка не является какой-то вот эталонной. И ее нужно там вот полностью соблюсти. То есть, вот все вот эти точки и так далее. Это вам делать не обязательно. То есть, допустим, видите, у вас как бы нарисована ручка двери. К примеру, если вы просто поставите сюда, ну, я образно пока просто показываю, черный вот, черный круг, черную точку поставим такую. И ручки как бы нет. Не надо бояться. Ручка не пропадет в двери. И данная леврея является просто сопоставлением цветов на машине. То есть, вы можете вообще хоть всю машину залить черным цветом. Это не значит, что у вас просто черное пятно будет на машине. Сейчас вот мы вернем обратно. Вот у нас, допустим, черная точка на машине. Ручки как бы здесь не видно. Если мы сохраним данную картинку, разумеется, в DDS формате, сохраняем в эту папку, в копию. Окей. Сохраняем. Переходим в машину. О, обновилась. Сохранилась. Видите? Ручка видна все равно. Она просто закрасилась. Как я и сказал, вам не нужно повторять полностью вот эти все соблюдать, вот эти вот выемки и так далее. Можете вообще полностью, блин, залить этот черным цветом. Сохранить как? Сохранить это в DDS. Сохранить. Окей. Сейв. И вы получите просто черную машину со всеми рельефами, болтиками, винтиками, клепками, которые на ней находятся. Следующий совет. Если, к примеру, вы рисуете на машине какой-нибудь, допустим, таким цветом, у вас часть рисунка заходит на нормальные детали, на белые, на нормальную развертку, а часть переходит на черные места, которые вот якобы должны относиться к зеркалам, к стеклам и, к примеру, вот аркам, это не значит, что это у вас будет отображаться на машине. Если вы это сохраните и посмотрите, у вас это будет отображаться нормально. Не бойтесь заступать за черные места, потому что все вот эти стекла, задние стекла, шины, диски и так далее, это меняется в других файлах. О них мы поговорим чуть-чуть попозже. Если же вас смущает вот такое вот, ну, расположение этих, вы можете что делать? Просто выбирать в фотошопе вот эти черные места, переходить на свой слой и удалять. Ну, будет вот так вот. Как я и сказал, с фотошопом я вам помогать не буду, сами найдете, как это все работает. Следующее, с чем вы можете столкнуться, это с сопоставлением рисунка при переходе с деталью на деталь, то есть, допустим, с бампера на крыло. К примеру, нарисуем какую-нибудь образную линию, которая пересекает машину через бампер, через крылья, и посмотрим, как это все будет выглядеть на самой машине. Как видите, линии не сопоставляются, потому что, если, к примеру, вы вот эти детали, ну, сведете вместе, если вы немножко понимаете, как это все работает, то они у вас немножко сместятся, как у вас это показано здесь. Поэтому, для того, чтобы добиться лучшего результата при рисовании вот этой ерунды, вам нужно постоянно будет взаимодействовать и с 3D-моделью, и с рисунком. Вам, соответственно, придется изменять все линии, подгонять их друг к другу, трансформировать все эти объекты, для того, чтобы у вас получилась более-менее нормальная картинка. Опять, видите, верхняя сопоставилась более-менее, нижняя правая ушла. Так что, поверьте мне, ребят, рисование скинов, это не такая простая задача. Взял и нарисовал. Да, нарисовать скин где-нибудь на боковой стороне, это достаточно просто. Но сделать так, чтобы скин красиво переходил с одной части корпуса на другую, будет уже весьма проблематичным. То есть, таким вот образом вы можете менять совершенно любые детали. Захотели поменять диски, извлекли файл, поменяли его, получили новый цвет или рисунок. Захотели что-то написать на шинах, извлекли, изменили и получили надпись на резине. Иногда вы можете столкнуться с такой ситуацией, что выделяя какой-то файл, он у вас отображается вообще, то есть в очень маленьком разрешении, а когда вы его генерируете, то вообще получается какая-то, ну, срань несусветная. Все делается проще. Нажимаете вот здесь на стрелочку, калькулируете в большом формате каком-нибудь, к примеру, в самом максимальном 2000 на 2000, и тогда у вас получается нормальная развертка, которую вы можете менять. Ну что ж, я думаю, приблизительно все понятно. Теперь вы понимаете, что такую ерунду можно творить абсолютно с любой машиной, красить как угодно, как вам пожелаете. Но имейте в виду то, что я вначале вам сказал. Для того, чтобы использовать это на серверах, они должны быть на серверах. Ну а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok